несмотря на то что небо сегодня затянуто облаками солнце уже встала на часах 7 утра а значит настала пора встречать утро нового дня встречать его конечно же в нашей компании в студии сегодня для вас работают стефан филатов и александр карнович доброе утро сегодня напоминает 22 августа и уже четверг а значит очень скоро будут выходные все-таки и люди смогут отдохнуть расслабиться съездить например например за город может быть на море кто как любит только как отдыхает способов отдохнуть конечно же очень много всяких разных тем более летом правда главное чтобы погода не подвела ну а пока что мы об этом не будем говорить оставим это на потом сейчас расскажем вам а сейчас лучше подойдем и вернем к новостям потому что чтобы утро было бодрым нужно чтобы она была еще информационными так думаю правда абсолютно с тобой согласен и вот здесь хочу рассказать о том что база ракетных катеров и кораблей черноморского флота отмечает свой вековой только вдумайтесь вековой юбилей специально для этого ветераны и военнослужащие вышли в открытое море но сделали для того чтобы почтить память моряков которые погибли в годы великой отечественной войны но там на месте были не только военнослужащие но и наш корреспондент анастасия соснина она и покажет нам как все было на юбилей бригады владимир захаров приехал из москвы вспоминает службу в севастополе и боевые задачи нес боевую службу средиземном море следил за английскими носом invincible это точно помню хорошо потому что прошел с ним от самого гибралтара до советского канала мы отслеживали всегда корабли нато мы за ними следили мы устанавливали с ними визуальный контакт мы проводили противолодочные операции среди ветеранов соединений николай халимон отслужил в бригаде ракетных катеров 33 года из них 12 лет на камчатке за плечами не один боевой поход но больше всего ему запомнился 1972 год два ракетных катера были выйдет вышли в средиземное море это впервые в жизни ракетные катера выходили на боевую службу средиземное море планировали что мы зайдем в александрию египет нас не пустил египтяне сказали что они корабли военные пускают в александрию а ракетные катера нет и мы были вынуждены на ходу идти прямо в тартус их называли грозой морей в годы войны черноморские катера сопровождали конвои высаживали десанты и разведывательные группы устанавливали минные заграждения сбивали самолеты противника участвовали в освобождении севастополя малый ракетный корабль орехова суева за ним вышний волочок выходит в открытое море чтобы дать дань памяти морякам катерникам погибшим в годы великой отечественной войны на воду спустили венки так моряки почтили память тех кто погиб за сто лет службы родине в честь столетия со дня создания 41 бригады в море вышли современные корабли черноморского флота кораблю нет еще и года 10 декабря был произведен торжественный подъем флага на корабле и корабль вошел в состав соединения ракетных кораблей черноморского флота наш корабль ворота имеет мощное вооружение основное это комплекс ударного ракетного оружия калибр и другое современное в том числе артиллерийское зенитно-ракетное вооружение теперь эстафету вековой истории принимает и продолжает новое поколение моряков черноморцев они успешно выполняют поставленные задачи в акватории всех морей и океанов анастасия соснина александр бухтияров новости 24 севастополь наша непредсказуемая крымская погода буду надеяться только что мне идет оранжевый но тем временем большую и малую метридатскую лестнице в керчь отремонтируют за 652 миллиона рублей представляешь какая сумма действительно деньги огромные такая сумма выделена из федерального бюджета о том в каком состоянии сейчас находятся эти самые лестницы знают наш корреспондент екатерина рябова она и расскажет подробнее каждое утро сотни туристов поднимаются по большой метридатской лестнице марина дитрих крымчанка но уже больше десяти лет живет германии приехала к родным заодно решила показать семье керчь и конечно зайти на главную вершину города героя видно что все на реставрации находится у меня он муж тоже приехал посмотреть ребенком но к сожалению немного и сегодня увидели большую метридатскую лестницу построили в 19 веке по проекту итальянского архитектора александра дигби это объект культурного наследия федерального значения с годами три его яруса поддались влиянию оползня раньше с правой части лестницы был такой же зеркальный пролет обрушение здесь произошло в 2015 году участок был огорожен плитами и сигнальными лентами однако впоследствии разрушился полностью реконструкцию метридатской лестнице внесли федеральную целевую программу 15 половиной миллионов рублей город получил для проведения первоочередных противоаварийных работ в 2018 году сотрудники подрядной организации демонтировали вазоны и статую грифонов сняли плитку установили подпорные конструкции позже рабочие приступили к устройству анкерного поля оно нанесло вред главной достопримечательности керчи подрядчика тут же отстранили для реставрации лестницы выбрали другую организацию на сегодняшний день подведом Минкульта заключен контракт на реставрацию большой и малой метридатской лестницы данные работы начнутся уже в августе 2019 года в проект реставрации включены демонтажные работы, укрепление конструкции, проведение инженерных сетей, спасательно-археологические исследования и благоустройство выиграла фирма «Баварский дом», у которой достаточно большой опыт в проведении ремонтно-реставрационных работ но я думаю, что они понимают, какой объект им нужно сделать вовремя и качественно, это поручение президента завершить ремонтно-реставрационные работы планируют до конца 2020 года Екатерина Рябова, Олег Черемисов, Новости 24, Керчь Движемся дальше. Зарубежные страны заинтересовались поставками подсолнечного масла из Крыма и даже уже есть некоторые предложения Сейчас в Красногвардейском районе республики начался сбор и параллельно готовят также к эксплуатации современный завод, аналогов которому нет во всем южном федеральном округе Ну, я надеюсь, что мы успеем со Стефаном на нем побывать и более того, может быть, снимем там какой-нибудь репортаж и расскажем, как перерабатывают подсолнечные зерна, ну, то есть обычные семечки Ой, если ты перестала, ты говорила об о том, что масле и всем остальном можно порадовать себя вкусным завтраком, но об этом мы расскажем чуть-чуть попозже а сейчас все-таки посмотрим сюжет, который для нас сняла Оксана Куприянова Рассыпи золотых яблок словно в русской народной сказке Здесь легко заблудиться свыше тысячи гектаров деревьев, но к каждому особый подход Чтоб не было гнили, чтоб не было битых, чтоб не было вмятые чтоб было качественно собранное яблоко Сбор идет с восхода до заката На предприятии трудится около двух тысяч человек А сколько помещается всего яблок? Ну, получается в сцепке 9 контейнеров, в контейнер влазит приблизительно килограмм 300 И за день, получается, у вас вы подсчитывали сколько? Ну, за день 30-35 контейнеров вывозят По самым нехитрым подсчетам выходит около тонны в день Сейчас урожай сорта Гала Много Вы же сами видите, какая красота Хочется на это все любоваться, не только рвать Весь Крым накормить? Весь И Крым, и до Астрахани доедет Современная фруктовая компания обладает для этого всеми мощностями Емкие хранилища, новые линии сортировки и... Наш новый холодильник Будущий на 15 тысяч тонн хранения готовой продукции Соответственно, планируем его сдать до конца сентября Это одно из крупнейших предприятий полуострова Здесь выдают на гора около 60% урожая всего Крыма Кроме яблок, персик, черешни, абрикос и различные ягоды Крым не только накормит фруктами всю Россию, но и обеспечит подсолнечным маслом зарубежные страны Это уникальный завод, аналогов которым нет во всем южном федеральном округе Совсем скоро заработает в полную силу Всего пару лет назад этот завод был всего лишь макетом Именно его презентовали сразу на двух форумах Ялтинском и Сочинском Теперь здесь будут производить около 100 тонн масла в месяц Ну а излишки мы готовы поставлять на экспорт Возможно, Сирия, Иран, другие страны, Израиль и Китай В принципе, много компаний изъявляют желание посотрудничать с нами Вплоть до того, что недавно была встреча с представителями из Индии Производство безотходное В Лузга семечек пойдет на топливные брикеты, а жмых на корма И самое главное, что наши животноводцы ждут этот жмых Который для свиноводцев сегодня дойного стада птицы будет востребован Но мы завозим очень много, у нас нет переработки Так что вопрос масла в корму решен А пока проверка мощности в эксплуатацию маслодавильный цех введут к началу осени Оксана Куприянова, Денис Тищенко, Новости 24, Красногвардейский район Ну и что ж, ветка, это все равно совершенно особенное утро Которое мы со Стефаном встречаем на крыше жилого комплекса «Альфа» Несмотря на то, что сейчас начался маленький дождь Он может закончиться буквально через несколько минут Погода Крыма – это действительно нечто непредсказуемое И для того, чтобы не гадать все-таки о том, что же нас ожидает в ближайшем будущем Я предлагаю перейти к следующей рубрике «Альфа» ГоросINT Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что этот фильм возымеет огромную популярность, огромный успех И я тебе скажу даже больше, Саша Я успел забежать чуть-чуть вперед И прочитал информацию о том, кто же будет режиссером этой культовой картины Культовой я, конечно, пока что подразумеваю трилогию А режиссером будут не братья Вачовски А сестра и всего одна Лана Вачовски Тем не менее, недооценивать картину не стоит И всем советую Ну, просто, сколько я знаю, братьями они перестали быть Потому что сделали себе пластические операции по смене пола Вот, поэтому именно Сестры будут теперь режиссировать Или, точнее, сестра режиссировать эти картины Ну, уверена, что в кинотеатрах Будет полный аншлаг Абсолютно тебя поддерживаю, тоже так считаю Но, а для того, чтобы Узнать о других премьерах И показах фильмов, показах Спектаклей, предлагаю перейти В следующей нашей рубрике В Республиканской библиотеке Ивана Франко В рамках проекта «Стратегия победы» Пройдет встреча «О войне расскажут книги» Мероприятие начнется в 12.00 С лекции, которую дополнит выставка специальной литературы Повествующей о событиях, предшествующих окончанию Второй мировой войны В Симферопольском художественном музее Проходит выставка «Сальвадор Дали. Священное послание» В экспозиции 105 литографий испанского сюрреалиста Показывающий сцены из Ветхого и Нового Завета Познакомиться с самым масштабным графическим проектом В творчестве легендарного художника Возможно до 22 сентября В Центральном музее Тавриды Экспозиция «Золотая кладовая» В коллекции древние предметы из драгоценных металлов Украшения, культовые, аксессуары Детали одежды, монеты, найденные за последнюю четверть века Во время археологических раскопок на территории Крымского полуострова Помимо музейных экспонатов Выставка включает драгоценности, изъятые сотрудниками ФСБ России У нелегальных копателей и контрабандистов В Феодосии в этот день выступает хор Валаамского монастыря В программе духовная и светская музыка А также отечественные хиты в хоровой обработке Выступление коллектива состоится на сцене концертного зала «Звездной» в 20.00 На экранах кинотеатров комедия «Трудности выживания» Нина – журналистка, которая только начала свой профессиональный путь Однажды она мечтает стать настоящей акулой пера В погоне за сенсацией девушка отправляется на необитаемый остров Где, по слухам, живет миллионер-затворник По дороге к отшельнику девушка попадает в самые неприятные ситуации В результате которых выясняется, что тот человек, которого она ищет, совсем неплох собой И это только начало удивительного репортажа К вниманию юных зрителей фантастическая история Эбигейл Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушует неизвестная науке эпидемия Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности Которые наводят на мысль, что болезнь – это выдумка властей Пытающихся ликвидировать людей с магическим даром Теперь за Эбигейл тоже началась охота Сейчас раскрою небольшой секрет В первую очередь для тебя, Стефан Хотя для тебя, наверное, это уже не секрет Сегодня из очень многих окон и во многих очень дворах Можно будет увидеть наш родной Териколор А все потому, что сегодня день государственного флага Действительно, сегодня, 22 августа, отмечается день флага В Симферополе состоится множество мероприятий И начнутся они в 10 часов на площади Ленина Там для крымчан и для гостей нашего города Для Симферополя состоится множество мероприятий Будут выступать детские и творческие коллективы И также, помимо этого, будет развернут огромный Просто очень большой флаг, который нам подарили соотечественники из-за рубежа Ну, Стефан сейчас еще скромничает Он не рассказывает все интерьеры А на самом деле Стефан Филатов побывал недавно в Симферополе Провел экскурсию, сходил в музей Разобрался вообще, что такое день госфлага И как его отмечают вообще, что флаг значит для России Информации действительно много Вся она интересная И советую посмотреть следующий наш сюжет Владимир Каратеев уже более 40 лет живет в Эстонии На родине бывает редко, но цвета родного триколора не забудет никогда Он для мужчины – олицетворение отчизны В этот раз решил приехать домой специально ко дню государственного флага В первую очередь планирует похвастаться перед зятем тем, что видел по дороге Я ему привезу видео, доказательства Я все снял и мост, проезд моста и все, что вот здесь Все здесь разбивается, все здесь И Таврида строится, дорога Бело-синий-красный флаг Для многих жителей нашей страны он символизирует новую Россию Возрожденную после тяжелых 90-х Но совершенно особенно к триколору относятся крымчане Для жителей полуострова госсимвол в первую очередь олицетворение мирного неба над головой Федеральные и региональные органы власти, общественные объединения, школы и больницы Уже более пяти лет российский флаг украшает фасады всех этих зданий Сегодня триколор можно найти даже на обычных жилых домах полуострова Что для вас означает сочетание этих цветов? Здравствуйте! В первую очередь для меня сочетание этих цветов – это вера в будущее наших детей Для меня это самое-самое-самое В жизни вижу флаг, значит это моя родина Гордились, гордимся, надеемся будем гордиться Мало кто знает, что этот символ России может располагаться как вертикально, так и горизонтально Точные оттенки красного и синего тоже не прописаны Есть несколько версий о значении цветов триколора По одной из них белый символизирует непорочность, мир и чистоту Синий – постоянство, верность и веру, а красный – символ бесстрашия и крови, пролитой за родину Качества, которые веками помогали нашим предкам справиться с самыми разными трудностями Первые флаги во всем мире делались из элементов одежды Тогда это служило своеобразным способом обозначить границы собственной территории Как правило, такие флаги очень часто менялись Но самый первый государственный флаг появился в Российской империи только в конце 18-го столетия С тех пор флаг Российской Федерации несколько раз менялся Знакомый каждому гражданину страны триколор появился летом 1991 года Спустя 9 лет появился и закон, определяющий правила его использования Один из главных прописанных на бумаге пунктов о государственных праздниках В эти дни флаги страны и региона даже вывешиваются строго в определенные часы В рамках празднования дня государственного флага Российской Федерации На всей территории полуострова запланированы множество мероприятий Состоятся они, конечно же, и в Симферополе Главной площадкой станет эта – площадь имени Ленина Как вы видите, приготовления к дню празднования уже начались В продолжении темы хочу напомнить, что праздничные мероприятия Сегодня состоятся во всех городах нашего полуострова Это будут и спортивные, и физкультурные мероприятия И можно так даже сказать, что на любой вкус Ну а сколько концертов-то пройдет Но об этом мы уже можем поговорить с нашим следующим гостем К которому предлагаю сейчас отправиться В гостях у нас сегодня Андрей Ишин, профессор кафедры истории России Таврической Академии Крымского Федерального Университета имени Вернадского Вот я уверена, что Андрей Вячеславович нам как раз-таки расскажет Где пройдет, вообще что значит День государственного флага? И вопросов у нас к вам действительно много Доброе утро! Доброе утро! Давайте начнем с того, что же в принципе такое для народа его флаг Спасибо! Я хотел начать с того, чтобы от души поздравить всех наших телезрителей С этим замечательным праздником, Днем государственного флага России Действительно, это очень большой день И этот год юбилейный 350 лет назад, 17 мая, впервые был поднят триколор Бело-синий-красный триколор на первом военном корабле России Который назывался «Орел» Тогда военные корабли строились еще царем Алексеем Михайловичем Тишайшим Для охраны караванов купеческих на Каспии и на Нижней Волге Вот 350 лет, по сути, в этом году мы насчитываем нашему знаменитому российскому триколору А 25 лет назад, 20 августа 1994 года Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин Подписал указ о Дне государственного флага Российской Федерации И с тех пор это государственный праздник Конечно, флаг означает для каждой страны, для каждого народа очень много Это символика, устремленная в будущее Вот российский триколор в этом отношении, наверное, один из самых показательных А что вы имеете в виду? Потому что три полосы символизируют лучшее качество нашего многонационального народа Белый цвет – это благородство, конечно Синий – это верность, это чистота, целомудрие Красный – мужество, храбрость, любовь и милосердие Мне кажется, все лучшие качества нашего народа сконцентрированы в этом триколоре И несомненно, что этот праздник не просто призван объединять людей разных национальностей Разных профессий, разных даже иногда политических взглядов Он действительно реально, как среди соцопросов, эту миссию выполняет То есть абсолютное большинство граждан Российской Федерации, граждан России Гордятся своей страной, своей историей и своим флагом Абсолютное большинство Это очень хороший, конечно, знак Скажите, пожалуйста, вот почему Я вот насколько знаю, и из сюжета Стефана чуть раньше мы узнали Что даже существуют определенные нормы В какое время нужно вывешивать флаг в праздники, в государственные праздники Плюс, мало кто знает, что его можно не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении располагать Вы знаете, вот у нас, начиная с 2008 года, закон допускает свободное использование государственной символики В этом отношении я с вами полностью солидарен То есть не только во время каких-то государственных мероприятий поднимаются государственные флаги Но и у многих граждан нашей страны в домах есть флаги Российской Федерации В том числе у меня такие флаги есть Мы сегодня много их увидим, я уверена И маленькие, и большие, да Поэтому здесь как раз допускается такая свободная интерпретация использования государственной символики Но опять же связанная только с уважением государственных символов Скажите, а вот в законе об использовании государственного флага я знаю, что есть целый ряд пунктов Могли бы вы рассказать какие-нибудь еще интересные? Ну вообще я бы начал с того, что положение государственных символов России утверждено В Конституции Российской Федерации Конечно, история государственного флага прошла очень большой путь Но Конституция четко зафиксировала то, что государственным флагом является полотнище бело-сине-красного цвета Равновеликие полосы, установлены размеры, также установлен герб и гимн Российской Федерации Соответственно, законодательные акты иные, они уже направлены на исполнение положения Конституции Главным является то, что государственный флаг России отражает величие ее истории, достоинства ее граждан, людей разных национальностей И фактически государственный флаг, он призван консолидировать и реально консолидировать наше общество Что касается истории, которая прошла целый ряд этапов, я бы, конечно, обратился еще ко временам рубежа 17-18 веков Когда Россия стремительно превращалась в государство-цивилизацию с мощной экономикой, с военным потенциалом Которая простерла свои рубежи до Тихого океана И, конечно, в этом отношении флаг должен был отражать новую миссию России в мире Быть гарантом, быть гарантом мира, стабильности И вот в этот период, насколько мне известно, был переломный момент Конечно, это был переломный момент в истории России Действительно, Россия становилась государством, как мы говорим сейчас, имперского типа То есть объединявшим в своем составе разные социокультурные образования, разные территории Но при этом хочу подчеркнуть, что на протяжении многосотлетней истории России Ни один народ, ни одна национальность не исчезли с нашей исторической карты Напротив, да, все они сохранили свою самобытность, культуру, языки И законодательство Российской Федерации гарантирует свободное развитие национальных культур, языков, тех народов, которые живут в составе России При Петре Великом Триколор становится с 1705 года официальным флагом торгового флота Вообще говоря, изначально этот символ был связан с флотом И на наших торговых судах Триколор украшал главные мачты И все, что называется, страны, которыми мы вели торговлю, имели отношения политические, торговые, экономические Они, конечно, уже тогда соприкасались с нашей государственной символикой А уже при императоре Александре III, именно 28 апреля 1883 года, был подписан указ, согласно которому Триколор стал национальным флагом российского государства Андрей Вячеславович, спасибо вам большое Я очень рада, что сейчас, в принципе, на своих административных зданиях мы можем видеть именно Триколор А я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Ишин, профессор кафедры истории России Триколорической академии Крымского федерального университета имени Вернадского И эта дата, вот сегодняшняя, 22 августа, она давно уже отпечатана в истории Но и о других важных датах, которые можно найти в этот день, которые случались, которые теперь нам запомнились Мы вам расскажем из нашей следующей рубрики 22 августа 1912 года экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхарта обнаружила в Иордании руины древнего города Петра По преданию, именно здесь Моисей добыл когда-то скалы воду Всего сохранилось несколько сотен скальных помещений, фасады которых отражают историю строительства города В этот день 1962 года отправился в плавание первый в мире грузопассажирский атомоход «Саванна» Названный в честь парохода, пересекшего Атлантику Создавала «Саванна» как абсолютно безопасное суперсудно, объединившее в себе все последние достижения науки и техники 147 лет назад англичанин Уильям Шепперт получил патент на жидкое мыло Изобретение тут же вошло в обиход Это моющее средство считается гораздо более удобным в использовании Ведь оно не выскальзывает из рук, отлично пенится и не травмирует кожу Особенно востребовано в местах общего пользования В этот день 1988 года выпущена первая платиновая монета с изображением коалы Отчеканиной перским монетным двором она стала одной из самых известных монет Австралии Которые до сих пор выпускаются Изображения симпатичного зверька каждый год разные 28 лет назад в 1991 году чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила Считать официальным символом России красно-синий-белый флаг, так называемый триколор Спустя два года было утверждено и само положение о государственном флаге Российской Федерации Так появился день государственного флага России Ну а в это время суток, этим утро в 7.28 по улицам Крымской столицы уже гуляет наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина Я надеюсь, что она не промокла, а еще я точно знаю, что ей есть, что нам рассказать Танечка, доброе утро Доброе утро, коллеги, здравствуйте, крымчане Я сейчас нахожусь в центре Симферополя на улице Ленина Возле памятника Екатерине Несмотря на раннее утро, сейчас всего лишь половина восьмого А на улице уже достаточно многолюдно По пути к месту своего прямого включения Я уже встретила достаточно большое количество людей Жаворонки уже проснулись и вышли на улицу Кто-то на пробежку, кто-то спешит на работу Хочу вам рассказать о погоде, что нас сегодня ожидает Сегодня в Симферополе на данный момент примерно 22 градуса Но днем температура поднимется до 30 Кстати, стоит отметить, что сегодня будет облачно Но никаких осадков не будет, вам переживать не стоит А вот на южном берегу Крыма, возможно, осадки предвидятся Поэтому, в принципе, расстраиваться не стоит У нас еще целых 9 дней лета, бархатный сезон А значит, что крымчане успеют еще и на море поплавать, и в море плавать, и позагорать А также посетить много различных мероприятий Кстати, уже завтра стартует один из самых таких крутых фестивалей Это Коктебель Джаз Пати Я думаю, что если вы еще не знаете, как провести свои выходные То это яркое музыкальное событие Именно то, что вам нужно Поэтому я желаю вам доброго утра, хорошего дня И мне кажется, что мне пора заканчивать Потому что нужно двигаться к следующей локации Коллеги, передаю вам слово Ну, я просто обожаю праздничную атмосферу Вот эти дни кажутся просто особенными Не знаю, мне кажется, что и день легче пройдет И с работы пораньше уйдешь Как-то... Это, конечно, хорошо Тем не менее, предугадать это далеко не всегда получается А вот сейчас, что получается предугадать Так это тема, которая тема одна из самых популярных сегодня Степан, но сегодня же какие популярные темы у нас Это мало того, что день флага Так еще и то, что ученые недавно выяснили одну интересную новость Ты говоришь о новости, которая касается использования мобильных телефонов Так вот, использовать мобильные телефоны для того, чтобы отвлекать себя От решения различных задач не стоит Ученые, как выяснилось, доказали, что это только усложняет работу мозга И перенагружает человека Ну, во-первых, потому что провели исследование И ребятам одним раз дали бумагу, другим телефоны Третьи просто вот пошли по списку покупать все им, что им нужно Так вот, те, которые ребята пользовались при этом телефон Отвлекались на них, подглядывали, делали записки Вот пометки именно в смартфоне Они на 20% практически хуже справились, чем те люди, которые пользовались просто бумагой Да, действительно, и в этом исследовании приняло участие 414 человек 19% Как я уже сказала, они просто взяли и показали плохие результаты Но это еще что? Своё исследование совсем недавно провела Салия Салямова Все дело в том, что она заметила интересную закономерность, скажем так Потом разбиралась в законодательных тонкостях Потом еще пообщалась с водителями Но мне кажется, будет интереснее уже послушать именно ее Сейчас по действующим нормам минимальный размер парковочного места 6,5 метра в длину и 2,5 в ширину Но этот формат может измениться Длину предлагается сократить на метр, а ширину на 50 сантиметров Мы вооружились рулеткой, чтобы выяснить, кому сложнее всего будет вписаться в новые параметры Так, у меня метр семьдесят два Ну, метр семьдесят Приблиз... А если с зеркалами? Метр девяносто три Ух ты! Не хватает! Не хватает! Не хватает этой рулетки для того, чтобы измерить машину Ну, то есть она намного больше Вы не планируете тогда пересесть на малолитражку? Я мама пятерых детей Тогда, простите, я не смогу поместиться всей своей семьей А вы сможете припарковаться? Ну, смогу, но как выйти с машины? Как другие выйдут, если запарковаться? Втягивая живот? Ну, мы и так и втянули, куда еще втягивать? Вот что, что умею парковаться Вы не боитесь такой инициатив? Нет, нет, я вообще не боюсь Я переживаю за женщин нашу Такое нововведение позволит создать парковки там, где сейчас их быть не может Еще одна цель убедить автолюбителей выбирать малолитражные авто Ведь большие машины занимают много места и на дорогах, и на стоянках Так, габариты среднестатистического внедорожника в среднем 5 на 2 метра А это значит, что водителям таких машин придется куда сложнее Парковка – это один из сложных элементов И он тяжело дается ученикам, они учатся на легковых автомобилях В итоге им очень тяжело потом припарковаться на внедорожнике Сейчас здесь только постигают навыки вождения Обязательные элементы – змейка, разворот и, конечно, параллельная парковка Но сегодня мы меняем условия Вынужденная мера совсем скоро может стать обыденностью И тогда новичкам на дорогах придется уже самостоятельно перестраиваться под новые стандарты Сейчас мы сымитируем параллельную парковку Представим, что будущее уже наступило И конусы переместим на те же 50 сантиметров Посмотрим, как с тест-драйвом справятся начинающие водители Некоторые ученики упражнения провалили Кто-то лишь со второй попытки вписался в нужные параметры Но в реальных условиях ее может и не быть И, к сожалению, по закону физики с изменением парковочного места машина не уменьшится В Ростандарте предполагают, что новые правила будут утверждены в ноябре А пока это только инициатива С Алиас Алямова, Максим Турчев, Утро нового дня А нас уже ждет гость, а мы не заставим его долго нас ждать Поройдем? Да, и сейчас мы узнаем множество ответов на, соответственно, множество вопросов, которые нас интересуют И речь пойдет, как уже сказала Саша Речь пойдет о поддержке предпринимателей В первую очередь именно поэтому мы сейчас пообщаемся с директором фонда поддержки предпринимателям Дмитрием Зеленским Доброе утро Доброе утро Дмитрий Гаданович, скажите, пожалуйста, вот какие основные проекты в течение ближайшего полугода будут реализованы фондом? Спасибо за то, что пригласили в это прекрасное утро И хотелось бы сказать, что Ваша студия очень-очень интересная, красивый вид Если говорить о поддержке предпринимательства, то впереди нас ждет большой образовательный сезон Большое количество и мероприятий образовательных, и круглых столов, и мастер-классов будет проходить Большие форумные кампании, а также будут проходить и несколько больших конкурсов Поэтому мы продолжаем активно работать не только в Симферополе, но и в других территориях Крыма Мы рады приветствовать всех в Доме предпринимателя по Севастопольской 20А и в наших филиалах, которые работают в территориях Крыма Ну вот, если ребята обращаются, сейчас одну секундочку, прости То какую помощь, какую поддержку они могут получить, и на какие вопросы специалисты каких ведомств могут ответить? Надо, во-первых, разграничить, наверное, что мы работаем сегодня и с начинающими предпринимателями И те, кто только хочет открыть собственное дело И с теми, кто уже устойчиво стоит на ногах Поэтому есть консультационная поддержка Можно получить консультации бесплатно в нашем Доме предпринимателя По следующим вопросам, это юридические вопросы, бухгалтерские вопросы, вопросы налогов, развития своего бизнеса, маркетинга, финансов и так далее Еще раз повторю, что все они предоставляются бесплатно Также в Доме предпринимателя можно получить другие финансовые меры поддержки наших коллег из других организаций инфраструктуры Это и микрофинансирование, и гарантийная поддержка, и лизинг Поэтому вот в одном окне, в одном месте можно такие формы поддержки получить А вот для получения поддержки, да, для этих форм, которые вы только что перечислили, что человек должен сделать? И кто может воспользоваться вот такими услугами? Первое, это, если мы говорим о финансовых мерах поддержки и про образовательные поддержки То это уже действующие предприниматели, которые зарегистрированы и работают у нас на территории Республики Крым Есть отдельные программы, которые действуют для тех, кто хочет открыть собственное дело Мы в прошлом году делали небольшую паузу, а в этом году большое было количество заявок, запросов И мы возобновили наши курсы основу предпринимательской деятельности, основу бизнес-планирования Который как раз проводится для тех, кто только задумывается о собственном деле Потому что очень важно сделать правильные шаги на первых этапах И поэтому сейчас как раз происходит набор и пройдут образовательные мероприятия обучения в каждом муниципальном образовании До ноября они будут проходить на нашем сайте frbk.ru, а также на портале малого и среднего бизнеса Можно зайти, зарегистрироваться Очень удобная есть наша система CRM, в которой можно записаться на эти мероприятия, увидеть весь их перечень И как раз для начинающих предпринимателей вот такие мероприятия в ближайшее время будут проходить Я знаю, что одно из таких мероприятий как раз таки это, наверное, бизнес-полигон, да? Бизнес-полигон это большое форумное мероприятие Всего у нас в году происходит три больших форума Первое, это форум достижения, который у нас был в июне Второй форум, это будет как раз тот форум, о котором вы говорите Форум бизнес-полигон, он пройдет в сентябре, я сейчас более подробно о нем расскажу И тот, который у нас проходит в декабре, является завершающим событием года Форум деловой Крым Мы проводим форумы для одной большой цели Во-первых, чтобы наши предприниматели, не только которые участвуют в наших программах Но и те, которые только соприкасаются с деятельностью фонда И хотят получить различные меры поддержки Приходили и знакомились То есть это большая нетворкинговая площадка Во-вторых, это место, где можно получить дополнительные знания, образование И бизнес-полигон, к которому вы задали вопрос Он будет проходить в этом году также в Викинге, кинопарк Викинг И пройдет 20 сентября Буквально на этой неделе у нас уже будет открываться старт регистрации Потому что будет проходить отбор участников И на это мероприятие смогут попасть только действующие предприниматели Ну я вот, насколько помню, я сама как-то была на безумно-полигоне Но в качестве корреспондента, естественно, освещала Там были приглашены гости, которые как раз таки проводили тренинги И рассказывали мастер-классы, вот как добиться успеха Сегодня каких-то крутых гостей мы ждем? Да, мы ждем крутых гостей, мы как раз будем со следующей недели проводить анонсы Чуть-чуть сохраним тайну, но открою несколько инсайтов, которые будут на этом мероприятии Во-первых, мы недавно проходили большое обучение в Сколково И для себя один из инсайтов открыли, что сейчас формат обучения может проходить через игру И вот один из таких больших игр мы привезем И наши участники смогут погрузиться как раз, чтобы отточить определенные свои навыки И коммуникации, и возможности договориться, и быстрого принятия решений И различных ролей в бизнесе от руководителя до подчиненного И погрузиться там буквально в полдня во всю эту, соответственно, систему игры И через игру, как раз еще раз повторю, для себя внести в свой бизнес потом изменения Это будет первое Второе, мы сохраним мастер-классы, они тоже будут И в этом году одной из тем будет технологическое предпринимательство Как раз мы тоже пригласили коллег, которые сейчас активно ведут проекты со Сколково Которые эту секцию будут у нас вести Спасибо большое, Дмитрий Годанович Я напоминаю, что у нас гостя был Дмитрий Зеленский Директор фонда поддержки предпринимательства Республики Крым Ну а на этом новости Крыма, конечно же, не заканчиваются Их очень много происходит постоянно И о самых свежих мы узнаем дальше Рыбалка в самом разгаре Вероятно, эти жители Керчи забыли, что с 20 августа по 10 сентября действует запрет на выловки фали, лобана, астроноса В этот период рыбы активно готовятся к холодам, кормятся и мигрируют к местам зимовки По российскому законодательству, если какая-то из этих пород все же попадется на крючок Ее обязательно нужно отпустить Активисты организации «Гражданский патруль» взывают к общественности Набережное озеро Майнаке в Евпатории превращается в настоящую свалку Прилегающую к водоему территорию начали облагораживать в 2016 году Однако позже работы приостановили Теперь оставленный строительный мусор активно смешивается с бытовым Общественники обещают обратиться в прокуратуру и потребовать от администрации города оградить стройплощадку, убрать территорию Посадил полгода назад дерево Так керчанин иронично назвал ветку, которую воткнул в яму на мосту несколько месяцев назад После письменного обращения горожан в администрацию с просьбой починить опасный участок Определенные работы все же были проведены Но самая опасная пробоина так и осталась прикрыта кустарником Мистер Икс, пожелавший остаться неизвестным, под покровом ночи борется с мусором Во время вечернего рейда в САКО, как доброволец, собрал 12 пакетов отходов общим весом 50 килограммов Волонтер обращается к крымчанам и гостям полуострова Не сорите, прекратите относиться плохо к самим же себе Лица безопределенного места жительства облюбовали Кипарисовую рощу возле автовокзала Алушты У каждого есть даже своя койка, а вот об уборной новоселы не позаботились Нужду справляют здесь же Алуштинцы жалуются на бездомных и просят правоохранителей как можно скорее принять меры Ведь автовокзал – это ворота города-курорта На полуострове стартовал сезон сбора среднеспелых сортов винограда Это в первую очередь столовые мускаты Впрочем, часть этих ароматных плодов пойдет для изготовления уникальных купажей и десертных вин Урожай этого года выдался на славу Жалуются виноградарей лишь на косуль, которые без спроса съели самые зрелые кисти Ну а тем временем Татьяна Балакина снова покоряет просторы и улицы крымской столицы И уже вышла напрямую связь с нами Танечка, доброе утро Доброе утро, Таня, что же ты приготовила для нас? Еще раз доброе утро, коллеги, здравствуйте, крымчане Я уже нахожусь на другой локации, но, к сожалению, я не добралась туда, куда хотела Мне захотелось вспомнить свои школьные годы Вспомнить это прекрасное время, детство Но я не смогла добраться до ближайшей школы Потому что движение пока что, несмотря на то, что машин не так много Было затруднительным для меня Еще, конечно, школьные звонки не звонят До линейки далеко Но родители уже наверняка купили своим деткам новую канцелярию Какую-то новую школьную форму И, как всегда, наверняка детки Кто-то хочет в школу вернуться Кто-то хочет пообщаться с одноклассниками Подружиться Для кого-то этот звонок прозвенит впервые Ну, а некоторые, наоборот, не хотят и хотят подлить лето Кстати, не так давно появилась информация от Министерства образования Они сообщили, что 2018 год стал рекордным по количеству поступивших в школы первоклассников Это по всему полуострову За свои первые школьные парты село 23 076 человек На самом деле цифры достаточно большие Но в этом году мы побьем рекорд Почти на целую тысячу больше деток придут в школу Не считая того, что пока что еще не все списки сформированы И только вот в начале сентября будет известно Сколько всего обучающихся будет в крымских школах Но, скорее всего, наших школьников достигнет количество в 28 тысяч 208 тысяч Вы только представьте, сколько у нас много деток Как бы сильно, конечно, не хотелось Лето длиться долго не может Но в этом году для школьников Тех, которые, по крайней мере, не очень хотят в школу Есть одна приятная новость 1 сентября их первый школьный звонок Или не первый Сместится на один день Так как по календарю выпало 1 сентября на воскресенье 2 сентября произведет звонок И призовет наших школьников за парты Ну а пока у них есть время отдохнуть И поездить на море Заняться еще чем-нибудь Коллеги, на этом мой стрим подходит к концу Я передаю вам слово Ну а я знаю человека, который даже самые серьезные новости умеет рассказывать с улыбкой Да, вот сейчас с улыбкой Прям так я вам расскажу о новостях, касающихся Следственного комитета Крыма и России Дело в том, что Следственный комитет Крыма и Севастополя объединяется И здесь будет множество изменений Ну в первую очередь Исполняющим обязанности руководителя объединенного подразделения Назначен полковник юстиции Владимир Терентьев И аппарат вновь созданного Главного следственного управления Будет располагаться в городе Симферополь по адресу Киевская А в Севастополе уже будет дислоцироваться замруководителя По следком России по Республике Крым и Севастополь Так что расположение, конечно, районных следственных отделов Крыма и Севастополя Останется прежним Так что мы будем Надеюсь, что мы не будем знать, куда нужно идти Ну, а тем люди, которые... Все же я думаю, что такие вещи знать нужно Мало ли что может произойти в жизни Но все мы, конечно же, надеемся только на самые хорошие события Самые хорошие новости А вот дальше мы увидим именно такие новости в следующей рубрике Только вперед и ни шагу назад Во время соревнований по бегу прямо на старте девушка дважды споткнулась и упала Однако это ее только раззадорило Спортсменка поднялась с колен и продолжила борьбу Сезонная миграция матрасов Инцидент произошел в американском штате Колорадо на территории уличного кинотеатра Где отдыхающие планировали посмотреть фильм под открытым небом Однако планы людей нарушила неожиданно налетевшая буря Похоже, сеанс пришлось отложить Не совладал со стихией и британский журналист На кадрах видно, как мужчина снова и снова пытается записать стендап на камеру И каждый раз терпит неудачу из-за сильного ветра Вот что бывает, если отправиться на съемку без профессионального оператора В отличие от предыдущего героя, этот мальчик настоящий властелин стихии Только посмотрите, как в мастерске он повелевает водой На видео не совсем понятно, какие жесты он показывает Но кульминация выглядит захватывающе На этих кадрах хутор в Литве Молодая женщина вместе с дочерью переехали в деревню, чтобы заниматься сельским хозяйством Блог в социальных сетях учит подписчиков заготавливать сено, ухаживать за скотиной А также выращивать и собирать урожай Судя по комментариям, рассказы о сельских буднях привлекли немало поклонников Вот это улов! Девушка поймала огромного сома одной левой Такой нетрадиционный вид рыбалки очень популярен в США и называется нудлинг Участники по пояс забираются в реку и ловят хищников просто голыми руками Чего только не водится на глубине герой этого ролика Пример того, к чему может привести невнимательность во время рыбалки Мужчина, решивший заняться подводной охотой, на сушу выбрался не один В самый неподходящий момент в заднюю часть его бедра вцепился морской черт Ну а я хочу напомнить, что мы ведем прямой эфир Находимся на крыше жилого комплекса «Альфа» на 16 этаже Вы только посмотрите, какая здесь панорама открывается Как тебе, Саша? Я любуюсь этим видом уже который день Но хочу сказать, что новые высоты покоряет не только команда Первого, Крымского, вообще телекомпании Крым Но и Ирина Борилюк в частности Она может нам рассказать, как можно отзабраться еще выше Сильные духом, крепкие телом, надежные и отважные Покорители горных вершин принято считают настоящими героями Но что же делать людям, которые боятся высоты, а испытать себя все равно хотят? Ответ – покорять скалодром Болдеринг – это безопасный вид скалолазного спорта, когда не надо покорять высокие вершины Здесь, на искусственных стенах, все максимально приближено к природным условиям Зацепы – это специальные выступы для рук самых разных форм и размеров Сложность лазания зависит от зацепов Обратите внимание, что зацепы маленькие Есть зацепы для одного пальца Есть зацепы для всей пяти дни Сначала активная разминка Особое внимание скалолазы уделяют упражнениям на развитие цепкости рук Немаловажно уметь маневрировать и держать баланс И знать главное правило Для того, чтобы не сорваться, необходимо центр тяжести устойчиво держать ближе к скале Руки и ноги передвигаются перекрестно Ну а главное здесь – равновесие Если двигаться от простого к сложному и постепенно нагружать организм То потом можно переходить и на природные скальные трассы Но начинать тренироваться нужно все же в безопасных условиях Хотя болдеринговый зал не предполагает наличие страховок Здесь страховка с помощью тренера Если маленький человек пришел только начинающий Тренер страхует его, так сказать, своими руками А вообще покрытие, если вы обратили внимание Оно настолько мягкое, что даже падение с потолка совершенно безопасно Спортсмены карабкаются по вертикали Во время тренировки задействуются все группы мышц Первыми формируются руки и спина Строится красивый рельеф Тело заметно преображается Помимо эмоций от высоты, занятие скалолазанием дарит хорошее самочувствие И даже повышает самооценку Удовольствие получает человек от своих успехов Достижений в лазании Получение какого-то новых движений И любая физическая нагрузка Это для интеллектуального вида работ Это самый лучший вид отдыха Это смена деятельности Вот такой активный отдых Принять быстрое и смелое решение в короткие сроки А еще скалолазание дает человеку умение молниеносно реагировать И самостоятельно справляться с непредвиденными трудностями Сегодня болдеринг на пике популярности К нему приобщаются не только взрослые, но и дети Скалодром это самое интересное занятие, которым я занимаюсь Потому что мне интересно Что тебе интересно? Изучать новые способности Лазить новые трассы Мне нравится, когда я учусь новому И так выходит, развиваю мышцы Мне нравится, что я лазаю И мне нравится высота Покорить новые вершины Побороть свои страхи И насладиться ощущением невесомости Вот что такое настоящее скалолазание И для этого вовсе не нужно ехать в горы Ирина Борилюк, Руслан Хохлов Утро нового дня На часах уже 8.00 А у нас в кадре продолжают появляться новые лица В течение следующего часа в прямом эфире Для вас будет работать Александр Кононов и Александр Карнович Доброе утро всем тем, кто встречает это Второй час утра вместе с нами И, конечно же, мы продолжим заряжать вас положительными эмоциями И своим позитивом И постараемся, чтобы этот час прошел для вас интересным И, конечно же, информативным Ну а чтобы час прошел информативным Необходимо перейти к новостям Да, и в первую очередь о бригаде ракетных кораблей Черноморского флота Отмечают они свой вековой юбилей Чтобы почтить память моряков Погибших в годы Великой Отечественной войны Военнослужащие и ветераны соединения Вышли на боевых судах в открытое море А с ним был наш корреспондент Анастасия Соснина На юбилей бригады Владимир Захаров приехал из Москвы И вспоминает службу в Севастополе и боевые задачи Нес боевую службу в Средиземном море Следил за английским явносом Invincible Это точно помню хорошо Потому что прошел с ним от самого Гибралтара До Суэцкого канала Мы отслеживали всегда корабли НАТО Мы за ними следили Мы устанавливали с ними визуальный контакт Мы проводили противолодочные операции Среди ветеранов соединения Николай Халимон Отслужил в бригаде ракетных катеров 33 года Из них 12 лет на Камчатке За плечами не один боевой поход Но больше всего ему запомнился 1972 год Два ракетных катера вышли в Средиземное море Это впервые в жизни ракетные катера Выходили на боевую службу в Средиземное море Планировали, что мы зайдем в Александрию И Египет нас не пустил Египтяне сказали, что они корабли военные пускают в Александрию А ракетные катера нет И мы были вынуждены на ходу идти прямо в Тартуз Их называли грозой морей В годы войны черноморские катера сопровождали конвои Высаживали десанты и разведывательные группы Устанавливали минные заграждения Сбивали самолеты противника Участвовали в освобождении Севастополя Малый ракетный корабль Рехова-Суева За ним Вышний Волочок Выходит в открытое море, чтобы дать дань памяти морякам-катерникам Погибшим в годы Великой Отечественной войны На воду спустили венки Так моряки почтили память тех, кто погиб за сто лет службы Родине В честь столетия со дня создания 41-й бригады В море вышли современные корабли Черноморского флота Кораблю нет еще и года 10 декабря был произведен торжественный подъем флага на корабле И корабль вошел в состав соединения ракетных кораблей Черноморского флота Наш корабль имеет мощное вооружение Основное – это комплекс ударного ракетного оружия «Калибр» И другое – современное артиллерийское, в том числе артиллерийское, изъедетно-ракетное вооружение Теперь эстафету вековой истории принимает и продолжает новое поколение моряков-черноморцев Они успешно выполняют поставленные задачи в акватории всех морей и океанов Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь Саша, ты вот знаешь, что зарубежные страны очень заинтересовались в одном нашем крымском продукте И буквально уже есть конкретное предложение Это касается Красногвардейского района Я уверена, что зарубежные страны заинтересованы не в одном нашем крымском продукте А в целом ряде того, чего полуостров может произвести И в том числе сельхозпроизводители Речь идет, друзья, о подсолнечном масле В республике сейчас начался сбор урожая Параллельно готовят к вводу в эксплуатацию современный завод Аналогов нет во всем федеральном округе Крым продолжает, действительно, промышленность крымская продолжает развиваться В том числе это и агрокомплекс И я уверена, что проект реализуется и найдет применение Но как сейчас готовится аграрий, как раз к этому моменту расскажет Оксана Куприянова Росыпи золотых яблок словно в русской народной сказке Здесь легко заблудиться Свыше тысячи гектаров деревьев Но к каждому особый подход Чтоб не было гнили, чтоб не было битых, чтоб не было вмятые Чтоб было качественно собрано яблоко Сбор идет с восхода до заката На предприятии трудится около двух тысяч человек А сколько помещается всего яблок? Ну, получается, в сцепке 9 контейнеров Контейнер влазит приблизительно килограмм 300 И за день, получается, у вас вы подсчитывали сколько? Ну, за день 30-35 контейнеров вывозят По самым нехитрым подсчетам Выходит около тонны в день Сейчас урожай сорта «Гала» Немного Вы же сами видите, какая красота Хочется на это все любоваться Не только рвать Весь Крым накормить? Весь И Крым, и до Астрахани доедет Современная фруктовая компания Обладает для этого всеми мощностями Емкие хранилища, новые линии сортировки Наш новый холодильник Будущий на 15 тысяч тонн Хранения готовой продукции Соответственно, планируем его сдать До конца сентября Это одно из крупнейших предприятий полуострова Здесь выдают на гора Около 60% урожая всего Крыма Кроме яблок, персик, черешни, абрикос И различные ягоды Крым не только накормит фруктами Всю Россию, но и обеспечит подсолнечным маслом Зарубежные страны Это уникальный завод, аналогов которым нет во всем Южном федеральном округе Совсем скоро заработает в полную силу Всего пару лет назад Этот завод был всего лишь макетом Именно его презентовали сразу на двух форумах Ялтинском и Сочинском Теперь здесь будут производить около 100 тонн масла в месяц Ну а излишки мы готовы поставлять на экспорт Возможно, Сирия, Иран, другие страны Израиль и Китай В принципе, много компаний Изъявляют желание посотрудничать с нами Вплоть до того, что недавно была встреча с представителями из Индии Производство безотходное В Лузга семечек пойдет на топливные брикеты А жмых на корма И самое главное, что наши животноводцы ждут этот жмых Который для свиноводца Сегодня дойного стада птицы Будет востребован Но мы завозим очень много У нас нет переработки Так что вопрос масла в корму решен А пока проверка мощности В эксплуатацию маслодавильный цех введут к началу осени Оксана Куприянова, Денис Тищенко Новости 24, Красногвардейский район Прямо сейчас мы находимся на крыше жилого комплекса Альфа Откуда открываются прекрасные виды на горы И, конечно же, я смотрю на тучки, которые то появляются, то исчезают Но, несмотря на это, довольно-таки тепло на улице Мало того, что тепло, вот еще утром, когда мы поднимались сюда на 116 этажа Я понимала, насколько непредсказуемая, может быть, сегодня погода И не понимала, нужно ли брать с собой зонт Или, возможно, мне придется дополнительно утеплиться Но нет, оказалось, что пиджака обычного достаточно Потому что, несмотря на то, что периодически идет такой, вот его называют в народе, слепой дождь При этом ты чувствуешь себя абсолютно комфортно Поэтому, друзья, не утепляемся А просто достаточно будет взять с собой на всякий случай зонт Чтобы знать, что, если что, врасплох вас не застанет никакая погода И никакие крымские, вот, как раз-таки, прелести Вот я знаю, что Саша, он добирался чуть-чуть попозже сегодня сюда Скажи, Саша, ты не промок случайно? Потому что мы со Стефаном первый час сидели И рядышком под боком у меня был зонт Знаешь, вот я, когда вышел из дома, я подумал А не будет ли лишним взять с собой этот зонт? И все-таки я его не взял Потому что я сюда добирался на машине Это очень хорошо Пробок не было Ну, а какие пробки в 6 часов утра? В 6 утра, какие пробки-то? Вот, и поэтому я думаю, что сегодня с погодой будет все отлично Но, тем не менее, я предлагаю не гадать А все-таки лучше Мы обязательно вам покажем, расскажем, какая будет погода В любом случае, главное, чтобы это утро было для вас хорошим, позитивным, бодрым Потому что сегодня 22 августа День государственного флага Сегодня четверг, друзья И сегодня вы можете позволить себе, не знаю, проснуться с какими-то новыми силами А для того, чтобы и на улице не было неожиданности Мы уже готовы вам рассказать о погоде Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну и хочется сказать, что так часто мы смотрим в первую очередь на такую, так сказать, мишуру или на одежку А конкретнее этим вопросом недавно пытался разобраться один москвич В общем, он, Артем Суботин, стартапер И, как и все его коллеги, он всегда в поиске лишних денег Но на этом не останавливается и балуется рассуждениями о нашем бытие А то есть, недавно он задумал новый проект, нарисовал картину Все этому обошлось всего лишь тысячу рублей Но парень сообразительный и решил, что если у этой картины будет крутая история То он сможет продать ее куда дороже И он поставил на нее цену 10 тысяч Опубликовал, опубликовал по социальных сетях И сказал, что это картина, которая рассказывает о сюжете из «Мастера и Маргариты» Ну и понеслось, как обычно, лайки, репосты, все остальное Чтобы ты понимал, он ее продал за 10 тысяч Я надеюсь, он потом как-то описал, вернул деньги, возможно Ну, на самом деле, мог и не возвращать Потому что, ну, вот потратил тысячу на картину и продал за 10 Это нормальная история Но парень именно хотел добиться того эффекта, чтобы люди поняли Что просто одна красивая история, все И вещь приобретает совершенно другую ценность Поэтому, когда после того, как картина была продана с аукциона Он все-таки сказал, вернул эти деньги владельцу теперь уже картины И рассказал, что это был просто эксперимент, который, в принципе, подтвердил все его опасения Либо, наоборот, ожидания Ты знаешь, Саш, очень хорошо, что все закончилось хэппи-эндом Ну, а если вы, дорогие друзья, очень сильно обожаете хэппи-энды То непременно берите своих друзей И, конечно же, вам необходимо выбраться в кинотеатр А куда выбраться и что посмотреть, мы с вами увидим из следующего сюжета В Республиканской библиотеке Ивана Франко в рамках проекта «Стратегия победы» Пройдет встреча «О войне расскажут книги» Мероприятие начнется в 12.00 с лекции, которую дополнит выставка специальной литературы Повествующей о событиях, предшествующих окончанию Второй мировой войны В Симферопольском художественном музее проходит выставка «Сальвадор Дали. Священное послание» В экспозиции 105 литографий испанского сюрреалиста, показывающей сцены из Ветхого и Нового Завета Познакомиться с самым масштабным графическим проектом в творчестве легендарного художника возможно до 22 сентября В Центральном музее Тавриды экспозиция «Золотая кладовая» В коллекции древние предметы из драгоценных металлов, украшения, культовые, аксессуары, детали одежды, монеты, найденные за последнюю четверть века Во время археологических раскопок на территории Крымского полуострова Помимо музейных экспонатов, выставка включает драгоценности, изъятые сотрудниками ФСБ России у нелегальных копателей и контрабандистов В Феодосии в этот день выступает хор Валаамского монастыря В программе духовная и светская музыка, а также отечественные хиты в хоровой обработке Выступление коллектива состоится на сцене концертного зала «Звездной» в 20.00 На экранах кинотеатров комедия «Трудности выживания» Нина – журналистка, которая только начала свой профессиональный путь Однажды она мечтает стать настоящей акулой пера В погоне за сенсацией девушка отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник По дороге к отшельнику девушка попадает в самые неприятные ситуации В результате которых выясняется, что тот человек, которого она ищет, совсем неплох собой И это только начало удивительного репортажа К вниманию юных зрителей фантастическая история «Эбигейл» Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушует неизвестная науке эпидемия Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности, которые наводят на мысль, что болезнь – это выдумка властей, пытающихся ликвидировать людей с магическим даром Теперь за «Эбигейл» тоже началась охота Саша, знаешь, что сегодня у нас праздник – День флага Российской Федерации Именно поэтому пройдут мероприятия, посвященные государственному флагу Российской Федерации Сегодня в центре города для крымчан будут представлены различные флешмобы, концертная программа Также будет развернут флаг, подаренный нам Подаренный нам кем? Подаренный нам, соответственно, кстати, вот Подаренный, наверное, нам зарубежными гостями, потому что в День флага Российская Федерация отмечается не только всеми россиянами, но это, в принципе, знаковый такой, обширный Я вот каждый год поражаюсь тому, сколько триколоров можно увидеть просто с балконов или в дворах, их поднимают на флагштоках, люди этим гордятся И сегодня, вот действительно, во многих муниципалитетах полуострова можно будет увидеть, как уже сказал Саша, концертные программы, театрализированные, даже спортивные мероприятия в честь этого праздника пройдут Но подробнее изучал вопрос Стефан Филатов, он даже сходил в музей, съездил, он пообщался с симферопольцами, он пообщался с крымчанами и узнал, что для них значит День государственного флага Владимир Каратеев уже более 40 лет живет в Эстонии На родине бывает редко, но цвета родного триколора не забудет никогда Он для мужчины, олицетворение отчизны В этот раз решил приехать домой специально ко дню государственного флага В первую очередь планирует похвастаться перед зятем тем, что видел по дороге Я ему привезу видео, доказательства, да, я все снял и мост, проезд моста и все, что вот здесь, все здесь разбивается, все здесь и Таврида строится, дорога Бело-сине-красный флаг, для многих жителей нашей страны он символизирует новую Россию, возрожденную после тяжелых 90-х Но совершенно особенно к триколору относятся крымчане Для жителей полуострова госсимвол в первую очередь олицетворение мирного неба над головой Федеральные и региональные органы власти, общественные объединения, школы и больницы Уже более пяти лет российский флаг украшает фасады всех этих зданий Сегодня триколор можно найти даже на обычных жилых домах полуострова Что для вас означает сочетание этих цветов? Здравствуйте, в первую очередь для меня сочетание этих цветов это вера в будущее наших детей Для меня это самое-самое-самое, как бы в жизни вижу флаг, значит это моя родина Гордились, гордимся, надеемся будем гордиться Мало кто знает, что этот символ России может располагаться как вертикально, так и горизонтально Точные оттенки красного и синего тоже не прописаны Есть несколько версий о значении цветов триколора По одной из них белый символизирует непорочность, мир и чистоту Синий – постоянство, верность и веру, а красный – символ бесстрашия и крови, пролитой за родину Качества, которые веками помогали нашим предкам справиться с самыми разными трудностями Первые флаги во всем мире делались из элементов одежды Тогда это служило своеобразным способом обозначить границы собственной территории Как правило, такие флаги очень часто менялись Но самый первый государственный флаг появился в Российской империи только в конце 18-го столетия С тех пор флаг Российской Федерации несколько раз менялся Знакомый каждому гражданину страны триколор появился летом 1991 года Спустя 9 лет появился и закон, определяющий правила его использования Один из главных прописанных на бумаге пунктов о государственных праздниках В эти дни флаги страны и региона даже вывешиваются строго в определенные часы В рамках празднования дня государственного флага Российской Федерации На всей территории полуострова запланированы множество мероприятий Состоятся они, конечно же, и в Симферополе Главной площадкой станет эта площадь имени Ленина Как вы видите, приготовления к дню празднования уже начались Кстати, вот я сейчас вспоминаю свое далекое детство Когда я был молод, когда все было беззаботно Это сказал Александр, которому 30 Вот, и я любил, когда меня родители брали с собой куда-нибудь в город Мы выходили и случайно попадали на ярмарки Естественно, на этих ярмарках родители мне покупали очень много сладости Очень много всего вкусного И вот до сих пор у меня в памяти остались такие приятные воспоминания Ну, я знаю, с кем ты сегодня еще можешь поговорить по ярмарках Пройдем со мной обязательно У нас просто в гостях сегодня особенный гость Который, может быть, как-то сколыхнет вот те воспоминания Саши Как раз-таки о ярмарках, о детских На самом деле, вот у нас один есть коллега Который всегда, когда добирается на работу, заезжает на ярмарку Конечно, когда не работают, когда есть такая возможность И привозит нам вкуснейшие орехи Вот где он их находит, секрет он до сих пор не раскрыл Я думаю, мы сейчас узнаем об этом Доброе утро У нас в гостях сегодня для версии Тасанов Это начальник управления имиджевой политики информационных систем Министерства сельского хозяйства Республики Крым Доброе утро Скажите, пожалуйста, вот Мы видим, что периодически в Симферополе В частности, я буду говорить об этом городе Проходит огромное количество ярмарок И чем они славятся? Тем, что в первую очередь там Именно представлена продукция сельхозпроизводителей Без поставщиков Верно А вот как проверяется, регламентируется Чтобы какой-нибудь перекупщик не взял И такой рядом не поставил свою лавочку Смотрите, любое ярмарочное мероприятие Организовывается соответствующим органом Если эта организация, это мероприятие берет на себя министерство сельского хозяйства То и я, и мои коллеги, мы находимся на площадке И поверьте, те предприятия, которые там участвуют, действительно являются сельхозтоваропроизводителями Эти списки предприятий нам предоставляют соответствующие администрации районов Несут ответственность за это предприятие, подтверждая тем самым, что они Это предприятие действительно находится у них на районе Производят качественную продукцию И те предприятия, которые уже реализуют свою продукцию на ярмарочных площадках Поверьте, себя уже хорошо зарекомендовали на менее масштабных мероприятиях в других городах Допустим, мы знаем, какая продукция, какой ее ассортимент И уже точно представляем, что будет реализовывать предприятие на той или иной мероприятии в городе Симферополе А вот насколько популярны ярмарки у наших кончат? Очень популярны, я вам больше скажу После каждого мероприятия или до этого мероприятия, когда мы организовываем ярмарку в городе Симферополе и в других городах Мы собираем и получаем телефонные звонки, письма от граждан, проживающих на территории города Симферополя С предложением, ребята, давайте увеличим ассортимент продукции Или там, я вот, знаете, в субботу проводили ярмарку, я проснулся, пришел на ярмарку, а в 11 часов уже не было реализации мяса Мы закончили Разобрали уже просто Разобрали Увеличьте, пожалуйста, участников по реализации такого ассортимента продукции Да, вот мы стараемся удовлетворить все потребности жителей города Как часто они проходят, эти ярмарки и в городах? Вы знаете, вот у нас сейчас с начала года мы организовали, провели больше 13 тысяч ярмарочных мероприятий А вот за последнюю неделю у нас было проведено около 300 сельскохозяйственных ярмарок на всей территории Республики Крым Конечно, на данный момент времени, учитывая температурный режим у нас на полуострове, проведение сельскохозяйственных мероприятий по реализации определенных групп продукции Рыбной продукции, мясной продукции, молочной продукции требуют определенных температурных режимов К сожалению, это сделать сложно у нас здесь, на территории Крыма Поэтому мы стараемся в летний период, с июля по август не проводить крупные сельскохозяйственные ярмарки в городе Симферополе Да, они у нас проходят маленькими мероприятиями в других городах и районах, дабы закрыть необходимый перечень продукции, реализацию этой продукции Но в городе Симферополе мы стараемся пока в летний период не проводить, будем начинать проводить уже с сентября месяца Как меняются ярмарки? Они же друг от друга чем-то отличаются? Может быть появляются, я понимаю, что есть сезонные продукты, но тем не менее, может быть какие-то организационные моменты тоже меняются? У нас, как говорит Андрей Васильевич Рюмшин, министр сельского хозяйства, мы должны быть сегодня лучше, чем вчера Соответственно, каждое мероприятие для нас это минимум внедрения чего-то новенького Обязательно, поскольку если мы не будем развиваться и не будем предлагать к реализации новую продукцию, принимать какие-то новые реалии То и посетители, и жители города не будут просто приходить на ярмарки Ну а чего-то новенького, чего? Это вы говорите сейчас о продуктах и товарах? Мы на сегодняшний день планируем, допустим, дополнительно украсить ярмарочные мероприятия Планируем на каждой из площадок установить музыкальное сопровождение какое-либо Сейчас проговариваем с администрацией города Симферополя возможность размещения каких-либо предприятий общепита Чтобы люди могли приобрести продукцию, здесь сесть спокойно, приобрести, поесть, сесть, посидеть, отдохнуть Здесь какое-то музыкальное сопровождение Это все должно быть как-то оформлено красиво В первичном мы направляем свой взгляд на форму оформления мероприятия Более того, у нас каждое мероприятие, которое у нас проходит Я и мои коллеги, мы находимся на площадке с 4 часов утра И начиная с этого времени, мы на связи с министром сельского хозяйства, с замминистра сельского хозяйства Мы фотографируем, отправляем, что у нас, вот смотрите, у нас там новенькое что-то появилось То есть даже, наверное, Инстаграм у вас есть, да? Конечно, мы выкладываем информацию во все средства массовой информации, куда только можем Главное, чтобы достигнуть определенного эффекта Мы должны максимально показать, что ярмарка существует, она есть и привлечь к ней покупателей Спасибо вам большое, напоминаю, что у нас в гостях был для версии Тасанов Начальник управления имиджевой политики информационных систем Министерства сельского хозяйства Республики Крым Ну а наши корреспонденты обработали очень много информации, которую они собрали на просторах интернета И самое интересное мы готовы прямо сейчас с вами поделиться Только вперед и ни шагу назад Во время соревнований по бегу прямо на старте девушка дважды споткнулась и упала Однако это ее только раззадорило Спортсменка поднялась с колен и продолжила борьбу Сезонная миграция матрасов Инцидент произошел в американском штате Колорадо на территории уличного кинотеатра Где отдыхающие планировали посмотреть фильм под открытым небом Однако планы людей нарушила неожиданно налетевшая буря Похоже, сеанс пришлось отложить Не совладал со стихией и британский журналист На кадрах видно, как мужчина снова и снова пытается записать стендап на камеру И каждый раз терпит неудачу из-за сильного ветра Вот что бывает, если отправиться на съемку без профессионального оператора В отличие от предыдущего героя, этот мальчик настоящий властелин стихии Только посмотрите, как мастерски он повелевает водой На видео не совсем понятно, какие жесты он показывает Но кульминация выглядит захватывающе На этих кадрах хутор в Литве Молодая женщина вместе с дочерью переехали в деревню, чтобы заниматься сельским хозяйством Блог в социальных сетях учит подписчиков заготавливать сено, ухаживать за скотиной А также выращивать и собирать урожай Судя по комментариям, рассказы о сельских буднях привлекли немало поклонников Вот это улов! Девушка поймала огромного сома одной левой Такой нетрадиционный вид рыбалки очень популярен в США и называется нудлинг Участники по пояс забираются в реку и ловят хищников просто голыми руками Чего только не водится на глубине герой этого ролика Пример того, к чему может привести невнимательность во время рыбалки Мужчина, решивший заняться подводной охотой, на сушу выбрался не один В самый неподходящий момент в заднюю часть его бедра вцепился морской черт Саша, ты знаешь, что в ближайшее время в Севастополь прибудет второе судно на подводных крыльях комета Насколько я знаю, это очень скоростное судно, оно быстро И вот вторая комета может быть поставлена на новый маршрут в Крыму очень нескоро Но будет все это зависеть, естественно, от погодных условий и, конечно же, от пассажиропотока Да, и между прочим, комета пользуется огромной популярностью Не только у местного населения, потому что очень быстро добираться И таким образом из Севастополя в Ялту и обратно Но в первую очередь у туристов И чтобы еще купить билет на комету, то нужно подобрать максимально удобное время Потому что там полный аншлаг среди туристов Очень хочется людям Ну, во-первых, это представь, какое удовольствие Ехать на судне, которое идет быстрое, которое новое, комфортабельное И при этом, при всем, любоваться морскими видами Вот просто бескрайними морскими просторами Я не знаю, мне кажется, это мечта какая-то Но самое главное, чтобы не укачало Потому что при такой скорости и на море Не все, конечно, могут похвастаться хорошим здоровьем Это, друзья, были новости из Севастополя Ну, а прямо сейчас хотелось бы узнать, что же происходит на улицах Симферополя Где находится наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина Татьяна, доброе утро Доброе утро Еще раз здравствуйте, коллеги Здравствуйте, крымчане И, конечно, россияне Я спешу вас поздравить с праздником Сегодня мы отмечаем день флага нашего государства И вот я сейчас нахожусь в самом центре крымской столицы На улице Ленина Где уже начали подготовку к этому празднику Несмотря на то, что этот день не является выходным Мероприятия, концерты и флешмобы никто не отменял Буквально через полтора часа на площади Школьники будут танцевать флешмоб Они уже начали к нему подготовку Я могу вам показать кусочек этой подготовки Но, конечно, на репетицию интересно смотреть Но еще интереснее будет, если вы придете и увидите все своими глазами Также сегодня и здесь и на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса Будут раздавать флешки, наши флаги И все желающие смогут их взять абсолютно бесплатно А в 10.15 улицы Горького Стартанет мото- и велопробег Которому также все желающие могут присоединиться Он объедет практически весь город И завершится на проспекте Победы Кроме того, мероприятия пройдут не только в Симферополе Но и по всему Крыму Флаг Российской Федерации На вершине Айбетрия развернут Его поднимут И вы тоже сможете им любоваться Если даже вы не побываете там лично То сможете его увидеть по телевизору Сейчас я вам еще покажу Кусочек репетиции Чтобы вас вдохновить на то, чтобы прийти и посмотреть концерт Вот с такими зонтиками В оттенках триколора танцуют ребята Поэтому приходите на концерт Здесь вас всех встретят И всех очень ждут На этом еще раз поздравляю вас с праздником И передаю слово коллегам А ты знаешь, что с 25 августа в Крыму вступит в силу закон Которым разрешен будет список граждан Имеющих право на льготный проезд Расширен может быть будет список граждан Да, 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 расширен Согласно закону указанным категориям граждан Прибудет предоставляться льготный проезд В автобусах, троллейбусах и трамваях В пределах республики Крым Но к такой категории отнесены дети-инвалиды Инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов И инвалиды первой группы Но не более одного сопровождающего лица На одного ребенка Инвалида, конечно И инвалиды первой группы Которым инвалидность установлена в соответствии С гонодательством Российской Федерации То есть еще больше людей Смогут пользоваться льготами В общественном транспорте Слушай, а как быть, если ты не часто пользуешься Общественным транспортом А ездишь на своем, на машине, к примеру Наслаждаться поездкой на своем транспорте Я тебе так скажу Что вот наслаждаться поездкой на своем транспорте можно Но, к сожалению, в условиях пробок недолго И тем более, что происходит вот такая тенденция Что очень много парковочных мест занято Я так понимаю, да, Саша говорит о том Что в Симферополе есть некоторая нехватка парковочных мест Но в этом вопросе уже подробно разборолась С Алия Салямова Сейчас по действующим нормам Минимальный размер парковочного места 6,5 метра в длину И 2,5 в ширину Но этот формат может измениться Длину предлагается сократить на метр А ширину на 50 сантиметров Мы вооружились рулеткой Чтобы выяснить, кому сложнее всего Будет вписаться в новые параметры У меня метр семьдесят два Ну, метр семьдесят Приблизь А если с зеркалами? Метр девяносто три Ух ты! Не хватает! Не хватает! Не хватает этой рулетки для того, чтобы измерить машину То есть она намного больше Вы не планируете тогда пересесть на малолитражку? Я мама пятерых детей Тогда, простите, я не смогу поместиться всей своей семьей А вы сможете припарковаться? Ну, смогу Ну, а как выйти с машины? А как другие выйдут, если запарковать? Втягивая живот? Ну, мы и так и втянули Куда еще втягивать? Вот что, что умею парковаться Вы не боитесь такой инициатив? Нет, нет Я вообще не боюсь Я переживаю за женщин нашу Такое нововведение позволит создать парковки там, где сейчас их быть не может Еще одна цель убедить автолюбителей выбирать малолитражные авто Ведь большие машины занимают много места и на дорогах, и на стоянках Так, габариты среднестатистического внедорожника в среднем 5 на 2 метра А это значит, что водителям таких машин придется куда сложнее Парковка – это один из сложных элементов И он тяжело дается ученикам Они учатся на легковых автомобилях В итоге им очень тяжело потом припарковаться на внедорожнике Сейчас здесь только постигают навыки вождения Обязательные элементы – змейка, разворот и, конечно, параллельная парковка Но сегодня мы меняем условия Вынужденная мера совсем скоро может стать обыденностью И тогда новичкам на дорогах придется уже самостоятельно перестраиваться под новые стандарты Сейчас мы сымитируем параллельную парковку Представим, что будущее уже наступило И конусы переместим на те же 50 сантиметров Посмотрим, как с тест-драйвом справятся начинающие водители Некоторые ученики упражнения провалили Кто-то лишь со второй попытки вписался в нужные параметры Но в реальных условиях ее может и не быть И, к сожалению, по закону физики, с изменением парковочного места машина не уменьшится В Ростандарте предполагают, что новые правила будут утверждены в ноябре А пока это только инициатива С Илья Салямова, Максим Турчев, утро нового дня Ох уж эти парковки, немало нервов было потрачено И немало кровушки было попито во время этих переживаний Где же припарковать свой автомобиль? Обязательные страсти, как говорится Ну, а если ты уже заговорил о крови То хочется и пообщаться с нашей следующей гостьей На гостях сегодня Жанна Новгородова Руководитель выездной бригады заготовки донорской крови Центра крови Доброе утро Здравствуйте Скажите, пожалуйста, я вот недавно буквально про 40 интернета Читала новость о том, что есть необходимость в увеличении донорства В новой крови, чтобы люди приходили и сдавали Есть такая потребность или это все-таки была фейковая информация? Нет, в перспективе мы намерены развивать наше донорство Хотя сейчас мы вполне управляемся В нашей донорской базе А это единая компьютерная база на весь Крым Более полумиллиона доноров В Крыму только? Только в Крыму Да, ежегодно более 30 тысяч доноров сдают кровь И сдают они не один раз То есть кроводач за год более 50 тысяч Причем мы не работаем стихийно, непланомерно Мы работаем планово, по графикам В соответствии с потребностями лечебных учреждений И регулируем донорский поток Если вдруг нам нужно увеличить количество доноров Потому что для этого требуют лечения заготовки крови То мы тогда обращаемся в средства массовой информации В социальные сети приглашаем людей Кроме того, на нашем официальном сайте Работает так называемый донорский светофор Где мы показываем, какой крови То есть группы какой и резуса не хватает в данное время И люди могут узнать, приходить ли им на станцию Или можно немножечко подождать А вот подскажите, кто, где и как можно сдать кровь? Кто может сдать, где можно сдать и каким образом? На сегодняшний момент это можно сделать в центре крови К Бузырка, центр крови Он единственный, да, у нас? Центр крови в Симферополе Его филиалы находятся в городе Керчи и Ялте Кроме того, в этом году еще можно сдать кровь В отделениях переливания крови Их около 10 в Крыму А вот уже со следующего года реорганизация службы крови Предполагает, что отделение переливания крови Реформируется в кабинеты переливания Сдавать кровь там будет уже нельзя Для этого существуют в центре крови выездные бригады Вот мы будем ездить по всем регионам Крыма Приближаться к нашим донорам по месту их жительства Или работы И кровь можно будет сдавать у нас А уже мы будем готовую кровь Кровь, готовые компоненты Развозить по всем районам нашего полуострова Такие вот мобильные бригады Да Сколько жизней уже донорская кровь спасла Вот за последние там, допустим, полгода Ну, последние статистические данные Я хочу сказать, что надеюсь, что все, кому потребовались наши компоненты Выздоровели, да, и вернулись к нормальной жизни Учета больных Мы не ведем Мы заявки, которые получаем из лечебных учреждений Удовлетворяем с первой же секунды и полностью Ну, в год выдаем более 5000 литров эритроцитной массы Более 5000 плазмы Кроме того, выдаем еще такой компонент крови, как тромбоцитная масса А скажите, вот есть какие-то ограничения по возрасту? Ну, да, обязательно Конечно, только исполнившимся 18 лет людям Можно сдавать кровь И если человек какой болезнью может быть в детстве переболевший А он уже не может быть донором Есть какой-то список людей, которые уже не могут помочь при всем желании? Ну, конечно Абсолютные показания есть Есть относительные Перед тем, как сдать кровь Донор должен заполнить анкету, где честно должен ответить на все вопросы И ответить на вопросы врача Абсолютные показания Это заболевания инфекционные или паразитарные Заболевания, передающиеся с кровью Ну, все вы прекрасно знаете, да? СПИД, гепатит, ВС, сифилис, туберкулез А есть соматические заболевания, тоже относящиеся к абсолютным Заболевания центральной нервной системы, онкологические заболевания Заболевания крови, сердечно-сосудистые Ну, а есть временные То есть некоторое время нельзя, а потом, пожалуйста, приходите Простуда, через месяц ждем Аллергия, через два месяца ждем Зуб удалили, через 10 дней, пожалуйста, приходите Беременность родили, через годик, пожалуйста, ждем вас Но я так понимаю, вы еще и подключаете к этой программе студентов Вот насколько я знаю Конечно Ну, донорство надо передавать молодому поколению Эстафету, это должны принимать Должна принимать молодежь Мы выезжаем в учебные заведения Особенно в этом отношении мы сотрудничаем много с КФУ С его различными подразделениями Студенты приходят Это выездная бригада выезжает Но, кроме того, они постоянно приходят к нам на станцию Сдают кровь Ну, а теперь немножечко Вот помимо того, что ты помогаешь людям Какая польза от сдачи крови? Насколько я знаю Вот, если я не ошибаюсь Может быть, кровь обновляется Какие-то там тела вырабатываются, нет? Да, считается, что даже полезно сдавать кровь Это своего рода сигнал к самообновлению Ну, стимулирует выработку новых эритроцитов кроводача Обновляется кровь таким образом А сколько вот необходимо сдать одному человеку, чтобы ему при этом не стало плохо? Ну, доза сейчас одна Давно уже во всем мире 450 миллилитров Единственное, что совсем новичкам, юным, 18 лет Мы можем эту дозу чуть уменьшить 350 миллилитров они сдают Эту дозу назначает врач при беседе с донором Выясняя, да, его состояние здоровья Вот скажите, пожалуйста Если кто-то слукавил, допустим, да И написал, что он здоров, что он не болен И пошел сдавать кровь Мне кажется, столько анализов потом эта кровь пройдет Что никак не получится слукавить при всем желании, правда? Врач же, кроме того, еще его обследует Ну, а после кроводачи мы же еще берем пробирки Для того, чтобы сделать лабораторные исследования И исследуем на все инфекции, которые полагают Спасибо вам большое Спасибо за беседу и за такую полезную информацию А у нас в гостях сегодня была Жанна Новгородова Руководитель выездной бригады заготовки донорской крови, центра крови Но мне хочется сказать, что в любом случае В интернете можно увидеть точный адрес центра крови Какие условия, да, нужно соблюдать Какие правила, чтобы стать донором Ну и вообще в интернете можно много чего увидеть И о новостях из крымского сегмента интернета прямо сейчас Рыбалка в самом разгаре Вероятно, эти жители Керчи забыли, что с 20 августа По 10 сентября действует запрет на выловки фали, лобана, астроноса В этот период рыбы активно готовятся к холодам Кормятся и мигрируют к местам зимовки По российскому законодательству, если какая-то из этих пород Все же попадется на крючок, ее обязательно нужно отпустить Активисты организации «Гражданский патруль» взывают к общественности Набережное озера Майнаке в Евпатории превращается в настоящую свалку Прилегающую к водоему территорию начали облагораживать в 2016 году Однако позже работы приостановили Теперь оставленный строительный мусор активно смешивается с бытовым Общественники обещают обратиться в прокуратуру И потребовать от администрации города оградить стройплощадку Убрать территорию Посадил полгода назад дерево Так Керчанин иронично назвал ветку, которую воткнул в яму на мосту несколько месяцев назад После письменного обращения горожан в администрацию с просьбой починить опасный участок Определенные работы все же были проведены Но самая опасная пробоина так и осталась прикрыта кустарником Мистер Икс, пожелавший остаться неизвестным, под покровом ночи борется с мусором Во время вечернего рейда в САКОК доброволец собрал 12 пакетов отходов Общим весом 50 килограммов Волонтер обращается к крымчанам и гостям полуострова Не сорите, прекратите относиться плохо к самим же себе Лица безопределенного места жительства облюбовали Кипарисовую рощу возле автовокзала Алушты У каждого есть даже своя койка, а вот об уборной новоселы не позаботились Нужду справляют здесь же Алуштинцы жалуются на бездомных и просят правоохранителей как можно скорее принять меры Ведь автовокзал – это ворота города-курорта На полуострове стартовал сезон сбора среднеспелых сортов винограда Это в первую очередь столовые мускаты Впрочем, часть этих ароматных плодов пойдет для изготовления уникальных купажей и десертных вин Урожай этого года выдался на славу Жалуются виноградарей лишь на косуль, которые без спроса съели самые зрелые кисти Как на улице сегодня хорошо? Особенно хорошо, когда ты начинаешь это утро с крыши жилого комплекса Альф Как мы с Сашей здесь два часа в прямом эфире на телеканалах Первый Крымский и Крым24 Для вас работаем мы в программе «Утро нового дня» И мы стараемся сделать ваше утро бодрее, приятнее и, конечно же, веселее Кстати, очень хорошо, что до сих пор еще лето Еще буквально есть неделя до отпуска И люди могут поехать на море, позагорать А когда отпуска, мне кажется, это совсем рабочее начало такого ударного Потому что как раз-таки начнут работать школы И родители будут не только заниматься своей работой, но еще помогать делать уроки Как известно, когда учит ребенок, учит заново все и родители Кстати, вот родители могут не бояться отправлять свое чадо в школу Потому что пожарные готовят школы России ко дню знаний Российские пожарные проверили уже почти 39 тысяч школ На предмет противопожарной безопасности в преддверии 1 сентября Но, как известно нам всем, что... В этом году крымские дети пойдут в школу уже 2 сентября Поэтому, если что, будем готовы, что 1 сентября еще нормально А вот 2 придется уже в бой так ударно по-настоящему Ну и мало того, что сходить в школу это еще полбеды Важно потом после этого сделать уроки И уже понимать, в принципе, как можно провести время И сейчас огромной популярностью, Саш, пользуются различные секции у детей И одна из них секция скалолазания Ну и, конечно же, прямо сейчас мы сможем посмотреть небольшой сюжет В котором мы и поймем, что же это за спорт такой интересный Сильные духом, крепкие телом, надежные и отважные Покорители горных вершин принято считают настоящими героями Но что же делать людям, которые боятся высоты, а испытать себя все равно хотят? Ответ – покорять скалодром Болдеринг – это безопасный вид скалолазного спорта Когда не надо покорять высокие вершины Здесь, на искусственных стенах, все максимально приближено к природным условиям Зацепы – это специальные выступы для рук самых разных форм и размеров Сложность лазания зависит от зацепов Обратите внимание, что зацепы маленькие Есть зацепы для одного пальца Есть зацепы для всей пятерни Сначала активная разминка Особое внимание скалолазы уделяют упражнениям на развитие цепкости рук Немаловажно уметь маневрировать и держать баланс И знать главное правило Для того, чтобы не сорваться, необходимо центр тяжести устойчиво держать ближе к скале Руки и ноги передвигаются перекрестно Ну а главное здесь – равновесие Если двигаться от простого к сложному и постепенно нагружать организм То потом можно переходить и на природные скальные трассы Но начинать тренироваться нужно все же в безопасных условиях Хотя болдеринговый зал не предполагает наличие страховок Здесь страховка с помощью тренера Если маленький человек пришел только начинающий, тренер страхует его, так сказать, своими руками А вообще покрытие, если вы обратили внимание, оно настолько мягкое, что даже падение с потолка совершенно безопасно Спортсмены карабкаются по вертикали Во время тренировки задействуются все группы мышц Первыми формируются руки и спина Строится красивый рельеф, тело заметно преображается Помимо эмоций от высоты, занятие скалолазанием дарит хорошее самочувствие и даже повышает самооценку Удовольствие получает человек от своих успехов, достижений в лазании Получение какого-то новых движений И любая физическая нагрузка – это для интеллектуального вида работ Это самый лучший вид отдыха, это смена деятельности, вот такой активный отдых Принять быстрое и смелое решение в короткие сроки А еще скалолазание дает человеку умение молниеносно реагировать И самостоятельно справляться с непредвиденными трудностями Сегодня болдринг на пике популярности К нему приобщаются не только взрослые, но и дети Скалодром – это самое интересное занятие, которым я занимаюсь Потому что мне интересно Что тебе интересно? Изучать новые способности, лазить новые трассы Мне нравится, когда я учусь новому и так выходит, развиваю мышцы Мне нравится, что я лазаю, и мне нравится высота Покорить новые вершины, побороть свои страхи и насладиться ощущением невесомости Вот что такое настоящее скалолазание И для этого вовсе не нужно ехать в горы Ирина Борилюк, Руслан Хохлов, Утро нового дня Знаешь, вот хочется подольше посидеть на свежем воздухе Насладиться этими прекрасными пейзажами И, конечно же, несмотря на то, что тучки то выходят, то заходят Я надеюсь, что погода нормализируется, дождя не будет И сегодня можно будет даже куда-нибудь съездить Ты совершенно правильно сказал, когда говорил о том, что хочется насладиться свежим воздухом И просто атмосферу спокойствия, уюта При этом никуда не спешить И если у вас есть возможность сегодня провести день в свое удовольствие Как вам хочется, никуда не спешить Не сидите, не проводите его дома Я советую прогуляться в парк И просто взять и посвятить себя природе И немножечко единению с ней Помимо парков можно еще и выехать на море Поскольку я знаю, что температура моря еще довольно-таки неплохая Можно окунуться Безусловно, но пока кто-то будет мечтать о море Нам с тобой самое время прощаться Потому что на часах уже 8.53 И с вами час в эфире Был Александр Кононов, Александр Корнович Мы вернемся к вам позже, друзья Хорошего дня и хорошего настроения Пока! Субтитры подогнал «Симон»